Я хочу начать с не доказательства, а формулировки замечательной теоремы, которую в 1970-м году доказал претербургский математик Ильдий Семич. Теорема звучит очень просто. Диафанта и перечислимые множества – это одно и то же. Итак, ди-о-фан-но-о – это то же самое, что перечислимые. В таком поляне, что слово перечислимые мы уже обсудили, это, например, множество значений, перечислимых значений. А вот слово диафантово – не обсудили. А между тем это очень легко и очень понятно и приятно. Представьте себе, что у нас есть какой-нибудь многочлен от нескольких переменных. Ну, он совершенно по-разному устроен. Вот, представьте себе х, у1, у2 и так далее, у1. Что значит многочлены? Значит, разрешены знаки плюс, минус и эти неизвестные можно умножать на то, сколько хочешь раз. Типичный пример многочлена – х минус у1 умножить на у2 в квадрате плюс х в 15 степени умножить на у3. Ну и еще что-нибудь можно придумать. Много-много-много всего. Так вот, по каждому такому многочлену можно задать один простой вопрос. Если рассмотрим уравнение, то для каких х оно имеет решение в целых числах, а для каких нет? Итак, я рассматриваю множество таких… Так, ну, здесь дальше вопрос. В целых числах или в натуральных? На самом деле, одно и то же. В том смысле, что задачу о целых числах легко свести к задаче о натуральных и наоборот. Давайте объясню. Вот представьте себе, что мне разрешено иметь дело только с натуральных числах. Каким образом? Потому что надо сделать целые числа, если вам дали только натуральные. То очень просто. Очень просто. Любое целое число – это разность каких-то двух натуральных. Согласны? Все. Я могу из двух натуральных чисел сделать целые. Даже в маленьком смысле. Хорошо. Наоборот. Вам дали целые числа, а нужны только натуральные. Здесь помогает теорема Лагранжа. Есть такая замечательная теорема, что в виде 1 плюс x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат представимы все равные числа. То есть вам нужны были не отрицательные, а земли и единицы нет. Начиная с нуля, а с квадрат после х. Если нужны именно части единицы, то вот так просто. Таким образом, ставить задачу о том, что нас интересует решение в целых числах, или ставить задачу о том, что нас интересует решение в натуральных числах – это одно и то же. Вот от натуральных целых такой переход, от целых натуральных какой переход. Да, еще. Вы можете сказать, а почему я говорю про одно уравнение, хотя, казалось бы, можно писать систему из нескольких уравнений. А очень просто. Представьте себе, что у вас есть система v равно 0, u равно 0. Замечательно. Как это можно записать в виде одного уравнения? v в квадрат плюс q в квадрате. Понимаете? v в квадрате плюс q в квадрате равно 0. Вот это одно уравнение относили на это. На самом деле, можно даже еще балматься. Смотрите, как. Вот когда у вас есть какое-то такое выражение, можно взять и каждый раз, когда видишь произведение двух неизвестных, сменять его на новую луку. То есть, там, где у вас написано было y1, y2, ввести еще одну луку. И тогда можно обойти в без больших степеней, но зато будет много уравнений. В общем, если так подумать, то, в принципе, можно баловаться. Но это все именно было все. Потому что по-настоящему задача мы имеем отношение. А задача настоящей луку – рассматривание множества таких… Ну, давайте я буду говорить все время о правильных числах. Повторяйте все равно. Таких натуральных чиселх, для которых существуют такие натуральные числах, ну, вот что… П равном нуле. П равном нуле делится вот такой вот. Господа, прийдите, пожалуйста, внимание. Множество, которое здесь написано, Вертикальная числах считается таких что? Множество таких натуральных чисел, для которых существует неизвестное y1 и т.д. Для которых вот такое вот уравнение это будет. Так вот, это множество очевидно является величественным. Давайте мы его как-нибудь обозначим. Скажем, а с индексом b. Это множество значений величины x, для которых уравнение имеет решение. Это, значит, очевидное утверждение. А с индексом b перечислено. Давайте поймем, почему это очевидно. Потому что, когда нам дают многочлены, мы можем подставлять всевозможные вот эти вот наборы чисел. То есть, смотрите. Сначала возьмем все числа y равными единице. Видите? Взяли. Такая n-то чисел единственная. Все они равны единице. Подставили, посчитали. Если, имеется в виду, при конкретном данном значении x, нас интересует, это x принадлежит перечисленному множеству или нету. Подставили сначала этот чисел все равны единице. Потом взяли, что это следующий слой. Когда сумма равна, это сумма равна 1 плюс 1. Ну, таких тоже конечных чисел. Потом, когда сумма равна следующей величине. Господа, есть известный факт, что наборов счетное количество. Их можно подряд перебирать. И как только у нас получается, начиная равна 0, отлично. Значит, говорим, что x такое. Если никогда не получается, ну, замечательно. Вот, посмотрите. Какие множества очевидно являются диафантовыми? Как вы считаете? Вот есть какое-нибудь множество интересное, которое является диафантовым? Ну, например, множество черных чисел. Тиафантовым? Или не диафантовым? Тиафантовым? Тиафантовым. Тиафантовым. x квадрат минус 4y1. Потому что... Нет, нет. Пользоваться теоремой Матисевича еще нельзя. Вот это повторение называется теоремой Матисевича 1970 года. На самом деле, это для вас теорема Матисевича. На самом деле, там работало много замечательных логиков. И он только что, называется, вбил последний гвоздь в большую интересную конструкцию. Кстати, этот большой гвоздь совершенно потрясающе называется. Называется теория чисел Фибоначчи уравнения Беля. Там фокус был в том, что логики разбирались с этими самыми, вот, думали-думали-думали. И, в какой-то момент, вот, свели задачу к... Примерно к такой. Если диафантовым будет отношение... Ну, тогда, наверное, нельзя взять x, а x и x еще полную переменную. Тогда, соответственно, будет множество, ну, 2 часов. Так вот, множество вида x и 2 в степени x. Вот, как мы получим-то такое, то логики понимали, что дальше уже все они умеют, дальше все будет хорошо. И Матисевич понял. Потому что он хорошо, что он за ней учился в школе. Он помнил, что такое число Фибоначчи, он помнил, что такое уравнение Беля. И при помощи их довольно несложных альфиментических свойств, он сумел все это сделать. Я сейчас не прошу вас доказать эту теорему. И я прошу совсем другое. Какое-то очевидное диафантовым множество. Александр Васильевич, рассмотрим уравнение x в квадрат минус 4y в квадрате. Ну, зачем? Ну, проще, потому что x равно 2y. Правда, прощай. В качестве доказательства Ф взять x минус 2y. Да? Вот, это четное число. Фибоначчи. Ну, хорошо. Число Фибоначчи, там довольно хитрое уравнение. x квадрат минус xy минус y квадрат равняется плюс минус единице, да? То есть, все это в квадрате равно единице. Да, тогда это будут числа Фибоначчи. Ну, скажем, составные числа, что такое? Понятно, что такое. Когда число x составное? Когда x это y1 плюс 1 умножить на y2 плюс 1. Согласны? Что если y украли числа, то вот это уравнение имеет решение для составных числ. Фибоначчи. Так вот. Если вы начнете, что называется, фантазировать, то вы довольно быстро обнаружите, что некоторое множество действительно диафантов и довольно просят у них. А скажем на вопрос, множество простых чисел диафантов или нет, уверяю вас, и не ответите. Потому что, если бы вы на него ответили, то, по большому счету, вы придумали бы конструкцию. То есть, там вот этот удивительный момент, потому что эта конструкция хоть и элементарная, но очень красивая. И, господа, я боюсь ее сегодня рассказывать. В том смысле, что я точно знаю, что я забыл. Я клянусь, когда-нибудь, что называется, выписать все, выйти рассказать, я объясню следствие. Заметьте, пожалуйста, диафантового общества и перечислимые потерения Михеевича одно и то же. Но в прошлый раз у нас была очень важная теорема о том, что существует неразрешимое, помните, было такое? Да. Существует неразрешимое перечислимое множество. Так если диафантовое перечислимое одно и то же, значит, существует неразрешимое кто? Диафантового множества. Существует неразрешимое диафантового множества. А что это значит? Это значит, что существует, заметьте, пожалуйста, в абсолютно явном виде, выписываемый многочлен. Потому что, вы помните, что в прошлый раз транструкция этого множества, она была, ну там мы выписывали какую-то уриверсальную функцию, было такое, да? Нумеровали все функции, да? И, ну давайте для тех, кто не был, я сейчас быстро напомню. Мы говорили так, что вообще все существующие у нас функции можно выписать по длине их программам. А если программа у нас, программа одной и той же длины, то, например, по алфаге, да? Вот как в словарях, то ожидается фиксографический порядок. То есть сначала по первой букве сравниваем, второй и так далее. Итак, сначала это длине, а потом внутри одно и то же длине. Итак, множество всех программ счетов. И, соответственно, вы можете запустить то, что называется гантер-диагональный процесс. А именно рассмотреть n-ую вычисленную функцию от числа n. И к этому числу прибавить единицу. Получится совершенно замечательная штука. Получится функция, которая, с одной стороны, очевидно вычислила. Потому что вы можете дойти до этого программы и подставить туда, и начать считать. А с другой стороны, если вы возьмете... Ну так вычислил, у нее есть какой-то номер. Если вы возьмете функцию с любым номером и хотите, чтобы она в точке n была, то, ребята, если вы хотите считать, что у нас для любого n, то, в частности, это будет выполняться для n равного m. И у нас получается почти противоречие. В том смысле, что у нас получается, что fmd от m должно быть неопределено. Потому что если оно было определено, то мы получим настоящие противоречия этой беды. Ну хорошо, оно неопределено. А мы тогда скажем так. Чуть-чуть подправим это определение. И вместо того, чтобы говорить вот так, я все это говорил. То есть, давайте рассмотрим функцию fn от n плюс 1, если fn от n определено. И это есть, ну например, единица, если fn от n неопределено. Посмотрите, какая забавная штука. Если бы эта функция была бы счастливой, то у нее тоже был бы какой-нибудь модуль. То есть, эта fj-шка была бы какой-то из функций f. Мы же все эти функции перечисляли. Но если так, то возникает неприятная штука. Я могу написать вместо g fn, и вместо n везде подставить это самое m. Посмотрите, что будет. Когда fn от f определено, то здесь получается просто противоречия. Так не бывает, что точечство равнялось к нему больше. А если же неопределено, то получается безобразие. Потому что оно неопределено, но при этом оно должно равняться единице. Там не то, что бывает. А почему вот такая функция, вот эта самая функция g, не может иметь никакого номера? Она не может иметь никакого номера, потому что она невычислима. А в каком месте здесь есть невычислимая конструкция? Здесь все вычислимо, все замечательно. Все нормально. Определение определено, мы посчитали. Проблема вот в этом месте. Мы не можем узнать, определено или нет. Если бы мы могли это узнать, то тогда у нас получилась бы перечислимая функция, получилась бы космологическая. Значит мы это никаким компьютерным образом, никаким перечислимым образом узнать не можем. Перечислимое неразрешимое множество. Так это я напомню, почему существует перечислимое неразрешимое множество. Теперь идем сюда. Берем вот самое перечислимое неразрешимое множество и получаем включение больше. Что есть законного члена, причем при желании всю эту конструкцию можно было привести в явный вид, кстати, в явный вид. У которого есть вот неизвестное икс и еще какие-то. И множество таких вот икс, для которых правнение имеет решение неразрешимо. Что это означает? Это означает, что мы с вами, мы с вами поняли, что существует задача в айфметике, которая принципиально не разрешена. То есть вы можете искать иксамы, 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 иксамы. Но общего ответа, то есть, посмотрите, как икс, когда уравнение есть решение, то вы когда-нибудь найдете эти икс, и подставите, и не утирадоваться. Но для некоторых икс вы будете так подставлять, 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 и, так сказать, никогда ее не найдете, а при этом у вас нет алгоритма, вы не можете в общем виде узнать. У вас нет процедуры, которая получает на вход число икс, и через какое-то время дает четко ответ. Уравнение имеет, существуют такие икки, для которых можно, или они осуществуют. То есть, было показано, что задача о решении уравнений в целых числах, оказывается, в общем виде не может быть решена. То есть, мы можем пытаться анализировать какие-то конкретные уравнения, скажем, для уровней второй степени там большая красивая теория, для уровней третьей степени есть тоже замечательная высокая математическая наука, но как только вы получаете общее уравнение, ничего не будет решать. Так, хорошо. То, между прочим, в этом месте можно чуть-чуть изменить условия и получить задачу, которую математика сейчас решать не будет. в этом месте, вместо натуральных чисел, написать рациональные. Все. Но вы не знаете. Множество тех рациональных чисел, для которых существуют такие рациональные числа. То есть, они Q диафантов. Вот эти были N диафантов на должностных правильных числах, и эти 7 доказаны. А вот для Q диафантов не доказаны. Нет, я меньше что призываю вас этим заняться прямо сейчас, потому что задача, на самом деле, трудная. Но, с другой стороны, вот такая замечательная проблема о уравнении рациональных числа существует. Все, про диафантов. Вот это, в некотором смысле, было обещание Большой Эльци. Потому что для Эльи Кисевича, действительно, надо что-то разобрать.